всем привет дорогие друзья с вами максим канала на рула гонны и у нас два мира сейчас минуту я по-моему оверли стима не видно хорошо все мы продолжаем игру мне тут сказали что я слишком рано пошел изучать местные красоты за пределами оба и да так скажем ну вообще вот той области где боя находится в принципе я с этим согласен на единственное что он единственно что что я хотел сказать единство что я хочу немножко дальше пройти посмотреть и потом мы вернемся в бою там закончим некоторые дела так гильдия магов усыпальница первосвященника без головы что такое без головы мрачный ясид вот нас впереди даже два города вот первый город да я так понимаю а а вот второй город салах от мандор закрытый город почему-то гильдия торговцев аббас заброшенная мастерская там мы были на заброшенной мастерской вот да я не следовал тут достаточно еще большую область вот тут я не исследовал и вот тут и не следовал поэтому мы сейчас наверное вот у меня открыт портал королевский перекресток я думаю мы пойдем прогуляемся где-нибудь вот здесь от заброшенной оружей не где я уже без записи чуть-чуть проскакал открыл вот эта местность вот это было пару видео назад если что ничего интересного там мы не увидели вере я не увидел в это ничего не видели вот и мы как раз вот эту область поизучаем давайте посмотрим еще раз куда нам пройтись я думаю примут вот сюда ходить и потом вдоль набережной мы пойдем изучать местные красоты на лучше здесь пойти так нас алта увидит чего это меткость но меткость нам не нужно все-таки я бегаю больше мечником вот и да на стриме фондасту верни фронтаст игра поднимался вопрос по поводу мультиплеером вот и поднимался вопрос по поводу там еще одной игры зомбатрон зомбатрон я посмотрел вот это 2d игрушка про я так понял зомби подземелья а бегать чувачком стреляешь ну короче выглядит прикольно я думаю я все-таки и по крайней мере попробую обозреть там одно видео записать я не уверен что 2d игры сейчас канают на ютубе и мало кто будет смотреть вот сама игрушка меня зацепила вот это правда ухты елки-палки дайте мне хоть оружие достать где ваша честь собаки но да вот эти мне уже конечно барны не соперники не дал добивашку сделать козел убежал раньше времени а да и по поводу эффекта от меча ну как бы ничего сверхъестественного но прикольненько так светится и на врагах тоже там остается какой-то такой эффектик так сердца варна мне посоветовали брать поэтому будем брать вот а я не сказал про мультиплеер про зомби трон сказал зомбатрон а про мультиплеер нет честно говоря пока туда не хочется суваться но попробовать все-таки думаю стоит игре уже так много лет а до сих пор есть мультиплеер прям даже интересно ну за что грубо говоря почему люди там до сих пор сидят посмотреть надо вот я думаю может тогда даже в каупе по получится побегать или в одиночку не знаю но там я так понимаю же не открытый мир а какие-то мультиплеерные задания то есть умри тоже а он сам умер от яда да вот эффект от яда прикольный ниже яд по-моему да я наложил вот еще мне посоветовали не ломать щиты типа они дорога стоят но пока мне денег прилично и 900 так что не знаю острый блеск а вот интересно острый блеск насколько это хорошая штука может быть ее улучшить да посмотреть разберем все топоры которые у меня есть и преобразуем матчета посмотрим до какого уровня смогу и докачать не так зря потратил ресурсов зараза ладно так у тогда он принципе учителя тоже можно разобрать ненужная фигня вот и я хочу надеть на себя улон вот этот вот этот на амулет он нас дает меткость и увеличивает грузоподъемность на 10 по моему это неплохо надо продать все эти кольца вот это все вот это барахло но мне не нужно бесполезная просто трата места в инвентаре они конечно весят то наверное немного о кстати какое-то кольцо каким-то камушком работа с металлами плюс один вот так вот вообще кольца то по-хорошему тоже можно и из как улучшать чтобы на них больше о елки-палки здесь здесь ай не сада не успел раз-два блин не все одна отмычка стал сложно слишком сложно пока что такие взламывать замки когда пять колец они там не 5 там 4 но сянуть даже 4 словом 3 еще как-то нормально терпится так секун это деревянник а то себя всех облутал на вас предупреждал до эффект от яда очень крутая вещь и даже если он будет убегать от меня я его смогу догнать скажем так мой удар его догонит я очень надеюсь что я в этой серии что-то интересное найду откуда ты взялся даже вашей базы нет награда за убийство существ одну очку навыка нам дали отмычка отмычка это полезно но мне нужно качнуть навык наверно знаете чё качнем обработку металлов я хочу улучшать свое оружие как можно больше все максималка и 2 насколько статью увеличилась 97 но на десяточку жалко не открылась еще одна руна все теперь я просто мастер фломастер у меня теперь мощные сабельки неткость выносливость сила воли сила выносливость выносливость минус 2 но сила кстати мы пока оставим о можно преобразовать лук давайте я в нем вставил меткость правильно в принципе меткость в лук нужно сущность воздуха что это такое сущность смерти а что это по-моему мне раньше этого не было так секундом я забыл мы же можем еще прокачать наши доспехи кстати я почему-то в бас в доспехе не засовываю никаких улучшений вообще надо бы хотя он выносливость вставим сюда выносливость не вставил нет замыкающий кристалл увещает дополнительный параметр на 20 процентов и делает невозможным дальнейшую работу с предметом нет замыкающий кристалл нам не нужен кристалл силу воли еще вставим а выбрать краситель нет зачем нам красить штаны силах запихали вот теперь я должен быть прям вообще терминатор давать давайте проверять мне нужен враг вот этот варен идеально подойдет вот вот так вот есть контакт а еще одна отмычка хорош блин убежала а ты ублюдок есть обезьяна здорово я предупреждала куда-то вы видели это жизнь улетел так варны а так ну этот сам помрет ты меня достала тварь так забрали так забрали скучали оба отлично два носорога но я думаю что они мне уже в принципе не страшные если с ними начну бодаться вдруг вот а вот это наверное у нас какой-то может быть даже квестовое место я тебе сюда еще рано пришел давайте поищем какую-нибудь пещерку наверняка наверняка тут что-то есть о гигантские муравьи теперь просто отлетают как не знам от чего в принципе не знаю у него весит то что мы с него подбираем нет оно не занимает место поэтому да лучше все что падает с врагов надо подбирать а ведь наверное для мультиплеера нужно создавать своего нового персонажа то есть вот этим же нельзя играть я правильно понимаю а ай красиво я так понимаю что тут всегда играет эта мелодия когда происходит рассвет да ах ты ублюдок а чей это дом ах ты ублюдок ха ха богато блин животные совсем офигели я понимаю когда на меня гепарг нападает но блин траус приятно было познакомиться муравейник мы нашли угу так ну мне интересно что вот это за дом такой давайте посмотрим где я вообще нахожусь самбу кто такой или что такое самбу так заходим внутрь я здесь был что ли посмотрим такое ощущение что я здесь был так три отмычки а и всего всего-то два кольца это для нас фигня это для нас фигня было бы прикольно если бы разработчик сделал так но уже он этого не сделает чтобы при подходе к сундуку писалось что он пустой уже чтобы я лишний раз не осматривал ооо второй этаж богат а не все правильно если там что то есть то подсвечивается такой дымкой звездочками правильно да но шляпа для мага которым я играть не буду всякие зелья вот еще один сундук да этот дом богат на сундуке но они все очень плохими замками любой бомж вроде меня может зайти и украсть все что угодно в тонишке например поношенные люблю такие особенности не с дырками где-нибудь на ширинке протерлись мой герой носит только такие набрал хлам это елки-палки и не калиме пришел случайно обратно да это домик алимы нифига себе крюк сейчас сделал так секунду а как я так я отсюда сюда болен так алима ты мне дашь какую-нибудь лошадь еще одну во вот эту можно взять наверное зачем я ее ударил вот я дурак давай ускоряйся не могу проехать не могу мило сейчас она еще брыкнет меня видимо со спины так ну кстати можно потом будет сделать ну открыть вернее все пещеры и сделать по ним рейд с одну пещеру я уже зачистил это где было были этим скорпионы я их потом уже без записи добил через лук вот но больше я ничего такого не делал и да я кстати научился останавливать коньяку нужно нажимать вам на левую кнопку мыши и тогда она перестанет ну вернее сразу скинет всю скорость ну вот кстати здесь путешествует прикольнее чем в кенши тут мир как-то более живой музыка почаще играет ну графон ну ладно графон это уже такое уже если совсем придираться чего я делать не хочу ну как-то тут интереснее пижа фу пейзаж как-то более живо смотрится что здесь варны блин как у них прикольный тут этот домишку идите сюда да приятно было познакомиться да я просто какой-то сикач теперь не убежишь вот спорим не убежишь смотрите у него прям на донышке осталось так ты посмотрим ловушки надо продать потом все эти ловушки найти продавца и продать их деньги 500 монет так сказал как будто денег никогда не видел о господи сколько всего разобрать разобрать можно было бы еще сделать так чтобы ты указывал то что хочешь разобрать вот гордый сагарис хоть новый топорчик мы нашли неплохой а стилет лучше а стилет лучше особенно если его прокачать хотя опять же зачем мне кинжал если он все равно я так понимаю ваншотает в любом случае посох земли кстати преобразовать можно стрелы чутка шлем нормальный кожаный ядрить у меня есть шлем ребятки так разбираем всякое барахло теперь и улучшим наш шлем уже одно просто присутствие шлема уже говорит о том что серия удалась блин клево шлем шлем у меня есть ну-ка посмотрим ай красавец так ладно сделали фотографии доберем оставшееся то что есть у громов не громов этих варнов а конь поехали нет ничего кстати можно в принципе попробовать сколько у нас времени а можно попробовать сгонять на остров орков блин сундук бы что ли какой-нибудь оставили такое укромное местечко или пасхалочку там не знаю даже даже просто как вот в фоллауте там да встречаешь скелет в какой-нибудь забавной позе вот или там плюшевый мишка а рядом с ним стоит бутылка водки что-нибудь такое повеселимся нет я не хочу тут ни с кем веселиться да я думаю сейчас пробегу здесь по быстренькому везде и и и и и мы пойдем мы пойдем к оркам о остановил коня но как-то неудачно я его остановил а почему носорог защищает варна а не меня и помните не нужно натыкаться на меч с ядом приятно было познакомиться куда он там упал очень низко варна а двоих почти сразу еще еще деньги мне вот интересно а варны по лору они насколько разумные существа то есть они могут там торговать например они же откуда-то берут оружие не сами же они его куют все варна продолжая устраивать геноцид этих бедных человека собак человека собак о нифига себе прыжок был богатырский я даже блок ставить не хочу просто просто я знаю что я уже их забью так так разбираем интересно насколько дорогие посохи может быть их просто разбирать не таскать с собой я то просто их таскаю думаю может выгодно продать как-нибудь не давайте щиты будем разбирать мне надоело их таскать по одному каждого вида оставим а потом будем смотреть какие самые дорогие их будем таскать и все остальное разбирать на куски так что еще что еще надо качать что может быть ты не ты что он пока хватит но это еще что это еще что Побольше бы Именно брони Потому что я уже много Прокачал все оружие Но при этом броню очень сложно качать Потому что нет кожи Чтобы я мог это делать Вот он, это мой конь, да? Зловонная пещера Блин, мне прям даже интересно А что там такое может быть? Темно, холодно, грязно Ага Некрисы Сейчас, Некрис, погоди Вот так вот Так, минус один Ну такуй меня, давай Он сбежал Он сбежал и умер Вот дурак Что взять? Ну возьмем Ого! Ого! Фикарно Интересно, получу я еще один уровень за сегодня Или уже нет Аха-ха-ха Опа-ньки Вот это я А я забыл Против чего у тебя резист А почти против всего, да? Ладно Ну тогда возьмем лучшее оружие Уж Не, гладился фигня Блин, она очень хорошо меня ядом Дамажит Добить бы ее Добивашкой о круто закрутил ее а там дальше наверно еще одна да да главное вовремя его успевать обойти обтален круто потихоньку начинаем с ними справляться так уже своими силами без за каких-либо ухищрений так ждем отхила вообще кстати я сейчас смотрю так и графон немножко на 1 dark souls мне кажется нет ой это уже много это я уже много схлопотал мне интересно что это за кристаллы и несут ли они какой-то посыл не знаю может они дорогие там кто здесь таракан обычный видимо тараканы это дешевых детеныш вот этих вот тварей похоже это своего рода какие-то гнездо я не знаю черт их там две и мимо них не пройти засада ай-яй-яй наверное можно было куда-то запрыгнуть туда стараться хотя смысла нет там все равно нет прохода не двоих я не одолею за раз надо чтобы один согрелся ладно давайте посмотрим где мы сейчас вообще есть принципе мы осмотрели уже большую часть карты а вот здесь пустота не знаю я только что там говорил да что тут такой как бы закрыта что это вообще такое вот я вроде говорил что мир тут в принципе такой живой и интересное но с другой стороны так посмотреть он живой но тут очень мало мест куда можно съездить что прям интересно было вот в первой части мне кажется было как с этим получше но тоже сколько я по этой саванне катаюсь да а там была куча всяких биомов и морозный и выжженная земля и бамбуковый там какой-то лес там обычные леса поля горы а здесь все как-то однообразно живо выглядит но и однообразно куда же вы все беретесь вот тут опять варны будут я прям вангую ну да честно говоря даже с ними воевать как-то уже неинтересно стало давай ускоряйся я надеюсь найти какую-нибудь интересную локацию но похоже не светят сегодня коньяка ты мне не подводи конь давай уходи отсюда то тебя убьют меня то вряд ли а вот тебя вполне могут так где я чапаем дальше мне интересно где находятся вот те разбойники которые которые обокрали строителя дома вот и было бы прикольно найти а бодаться сварными уже как-то и не круто с этими обезьянами тоже уже надоели они поэтому в принципе я и хотел посмотреть а что же там дальше но чтобы немножко как-то разнообразить местную действительность давай и вот опять же вспоминая первую часть игры я помню что на побережьях часто опять забыл название тех монстров мне в комментах писали даже целых два человека как они называются такие вот люди осьминоги люди спрут и там эти ктулху мне проще их так называть вот они вот часто были на таких побережьях но здесь побережье голые совсем голые тут нечего делать я поэтому хочу сейчас в ближайшее время переиграть но не переиграть а поиграть еще в первую часть потому что то что я там показывал это далеко не все вот тут ну ладно в первой части тоже были такие моменты когда мне просто нечего было показать выходить и скудные достаточно серии на события но тут по моему уже каждая серия скоро станет такой если не двигаться вперед куда я приехал а тут у нас лагеря бывший лагерь я так понимаю я вас скорее всего вырезал на от повышенной общаться с этими нпс шками может они задание подкинут все ладно погнали короче сюда в интересно куда я выйду о родные места так есть о чем поговорить гардариус со мной нет гардариус со мной говорит не хочет и пошел а вот и ты мне необходимо твоя помощь в чем дело нужно избавиться от одного подлеца он погубил немало доблестных воинов то есть многих орков на его руках и человеческая кровь что же он сделал после битвы при освороте он обещал моим соплеменникам что поможет им бежать через горы за определенную плату конечно он показал он показал им тропу взял деньги и исчез тропа вела через долину и заканчивалась тупиком как только это стало ясно стрела пронзила голову предводителя орков затем надряд обрушился град стрел все погибли все погибли так то он и где мне найти его его зовут белрой говорят он живет среди варнов наемников пустыни римаса я покажу где находится деревня где его видели в последний раз отправляйся туда и передай ему от меня поклон вот надо было сразу прийти к этому чуваку и взять задание на убийство варнов давай ты встретился с мангаром не совсем что это значит мангар мертв его убил какой-то человек в черном плаще дурные вести но его жена передала мне вот это когда я сказал что меня прислал лучник умная женщина спасибо но мне нужно чтобы ты мне помог еще он умеет говорить спасибо ничего себе что за дело я укажу место где находится дом моего друга де фора наверняка он тоже в опасности иди к нему и скажи чтобы он немедленно перебрался в безопасное место и принеси мне колчан стрел его работы хорошо нартар я тебе помогу так хорошо выполнили мы задание получили новое только мне похоже опыта не дали за это дело пойдем еще кузнецу заглянем а потом к одной особе он у тебя а ты как думаешь я чувствую в тебе великую магию или это ты или он ведь у тебя да камень у меня прекрас прекрасно но вот еще что дарфа говорит что она слышала как путники из абуридана рассказывали будто второй рунный камень эльфийский видели в хатмандоре так значит искать его надо там верно человек но будь осторожен об этом знают многие и многие отправятся на его поиски вернусь когда найду его удачи так хорошо а чё это взять а да мы что-то можем взаимодействовать с предметами а значит дарфа говорила про камень можно кстати к ней заглянуть может она что-нибудь нам еще скажет даст задание какое-нибудь интересное а это моя комната а давайте-ка мы знаем в чем внутри я буду в этой комнате складировать а в пике гнева вселенной был какой-то камень слушайте погоди-ка погодите-ка камни надо вытаскивать кристалл мастера удар с разворота 2 вот ну просто буду складировать вот эти вот предметы которые мне упали с моих врагов ради интереса накидки можно тоже сюда скинуть куча колец хотя нет кольца сейчас я найду какого-нибудь наверняка торговца и ему забагри все это дело так посохи можно в принципе выкидывать один возьмем который я могу с собой таскать так преобразование уху разобрали все что нужно все отлично давайте заглянем к дорфа и может быть напоследок выполним квест на убийство вот этого чувака который у варнов скрывается скрывается так выход на улицу где так это дорфа это твоя комната точно уже вернулся как видишь и что и что-нибудь узнал ты же не просто поболтать сюда пришел верно ну нет конечно я пришел проверить все ли тут в порядке у меня было такое чувство ха-ха-ха ну конечно здесь все в полном порядке а вот тебе нужно выполнять задание и совсем непонятно сколько у нас времени на это ладно просто хотел убедиться что у тебя все нормально а как же еще я опытный ассасин знаешь ли меня не так просто победить ну хорошо занимайся своим делом нам нужна твоя помощь эх что бы вы без меня делали ну да ха-ха как всегда дорфа у нас не отвечает на мои ха-ха-ха попытки наладить с ней контакт так ну чё тогда спустимся вниз и посмотрим где же у нас этот а мы в принципе так можем посмотреть где у нас этот варн находится а нет не могу это надо попасть на материк так коллекция нартара я знаю эту деревню она же там это ее же уничтожили двери и захватили варны по-моему до рунный камень можно попробовать выполнить сразу два задания маяк ольхин заброшенная мастерская ну она сюда короче поскачем вернее побежим потому что коня я здесь а у есть конь даже не один ну куда ты убегаешь на дурын да ладно может быть этот конь согласится меня покатать заброшка я был здесь наверное был чей-то алтарь но пока мне алтарь не нужен опа все приехал черт он ушел так что у него там есть кармашках его в его подлых карманцах так еще о деревне в портал портал в деревне окно с этим мы разберемся позже сначала надо убить шаманов так давайте драться на моем поле отлично ай ой меня током то бьют бьют током меня помогите я предупреждал ай засранец чуть похиляемся и пойдем снова в бой вот он колдун минус один колдун минус второй колдун минус третий бежим развелось у них колдунов то смотрите-ка прикольно стрела торчала у меня в плече демус а да он гн л на на так и остался в них еще остался здесь приятно было познакомиться так лучник не получилось хотя не давайте его залутаем а то я забуду что он тут вообще валяется все всех вроде разнес да в этой серии мы прям сварными не на шутку начали воевать сколько я их уже перерезал сегодня сюда давай что тут у нас так ну-ка очку навыка давайте еще улучшением будет оружие все замечательно так дорогие друзья случилось непредвиденное пока писал the world у меня кончился кончилось место на диске куда это пишется вот это неожиданно раньше такого не было раньше the world занимала мало места на диске но запись я имею ввиду а сейчас там сколько вот я до этого писал случилось так что это занимает 23 гигабайта вот как-то так вообще вот тут я сейчас бегаю тут я сейчас бегаю и что случилось но я порубал тут всех варнов да за ночь обобрал их и вот в этом доме был у нас чувак я думал что здесь живет предатель нет здесь живет один из друзей нартана или нартака не помню за вот это ворка нартан по моему вот короче один из его приближенных лучников вот он лежал вот здесь вот мертвый он обычный человек там в какой-то обычной одежде и у него там был колчан и 10 золотых вот я это все взял вот еще раз все обошел повзламывал замки и больше собственно я тут ничего и не успел сделать так что на запись попало там ну совсем немного вернее не попало вот короче надо как-то решить тогда этот вопрос надо не знаю установить какой-то временной лимит на the world потому что ну 23 гига это очень много вот сейчас тогда буду склеивать куски видео вот такие дела ну тогда мы за камнем пойдем в следующий раз который у нас находится где он там находится давайте посмотрим вот здесь он у нас находится это чудесные конюшни туда мы отправимся а потом когда мы заберем оттуда камушек мы вернемся обратно на остров орков так что как то так всем спасибо кто посмотрел надеюсь этот казус не сильно вас расстроил собственно меня то он не сильно расстроил там реально не попало совсем чуть-чуть на записи вот так что увидимся в следующем видео продолжим проходить задание орков и все будет круто всем аривидорчи так что вы видите